удачно получилось еще один красный шар нужен жаду для победы во время отлично сработал нижний правый винт от лишь а играет в желтую лузу комфортнее расположить корпус здесь жаду хороший выход получился на синий это победа победа пока только в девятом фрейме ну учитывая сейчас то как играет жата его психологическое состояние наверное можно на итоговый успех в матче отвести 80 процентов пользу джада учитывая его игру и учитывая то что он повел 54 ждем фрейм под номером 10 я продолжим наблюдать за действиями трампа и картера близок победе трамп он защищает титул а чемпиона masters левый красный хорошо расположен но все-таки пошел джад на подбой и не прогадал понимал трамп что примерно здесь останется биток и точно получит удар в левый угол а есть еще и в левую среднюю точен джад с этим фол тут чуть не точно вышел джад но забивает черный однако биток уходит на дальнюю половину стола а а а а а а а а и вынудил ошибиться трампа на нужно сейчас подготовить удар олей там сыгран забивает угол не проходит я сейчас так присматриваюсь но скорее всего нет но все может измениться один хороший подбой может все решить но все равно лево-красный вполне реальный ну а картер вправо угол режет попадает еще один шар на более хорошую позицию встает оба сейчас волнуются взвинчены нервы дорезает жад и оставляет шар еще один шанс картера шар сыгран на позиции в целом для отстающего счете игрока крайне неважно и а Спасибо. 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 но не так просто продолжить серию да все-таки срезает шар все-таки рискнул джад пошел на мягкий удар и вот пашбол после красного перевес должен достигнуть 36 очков но в розыгрыше останется 35 нажат не попадает да вот так концовка в отличный выход плохое положение занимает розовый его забить сложно ну и при выходе тоже если говорить о выходе на синий не точно вышел если говорить о переходе к розовому на удар в зеленую лузу но если говорить о дабле либо а подбой розового через дальний борт то выход на синий в принципе неплохой но больше конечно интересует картера подбой розового и такая траектория есть важный момент да розовый подпит на розовый очень сложный забьет выход получится выиграет фрейм не забьет скорее всего проиграет матч хорошо идет розовый падает розовый есть выход на черный браво картер какая концовка партии да 5 5 я думаю сейчас искренние улыбки игроков они оба получают удовольствие от происходящего до борьба то тяжело одно и в то же время такая атмосфера такая поддержка и такой матч упорный боевой сюжетом все смотрится все кло отличное попадание картера уходит биток риснул джат пошел на атаку по отыгрышу а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пытался Картер привести биток, но насколько смог, настолько и привел. В техническом плане сложный удар. Продолжение следует... 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 Ну а Джат не забил матчбол в концовке предыдущего фрейма. Шар был реальный. Да, в снукере все очень быстро меняется. Одна ошибка, которая может стоить победу в матче. 67 очков осталось в розыгрыше. Ровно 50 преимуществ у Картера. Нужен синий, красный и синий. Три удара. Тогда Картер в полуфинале. 53. Да. Шар сыгран. Пока рано поздравлять Картера. Один снукер нужен Трампу. А вот теперь можно. Али Картер выходит в свой очередной полуфинал турнира Мастерс. Последний раз он принимал участие в 2020 году и дошел до финала. Затем была сложная пора. Выбыл из топ-16 Картер. Но вот вернулся. Вернулся побеждать. В прошлом сезоне выиграл Джоман Мастерс. Ну и сейчас дошел до поздней стадии турнира тройной короны. Сыграл сегодня Картер хорошо. В серийности Трамп переиграл. Картер 64. В отыгрыше. Где-то уступал, но были эпизоды, в которых Картер отличный удар предлагал, особенно в решающем. Трамп переиграл Трамп не попал в полуфинал. Его обыграл Картер в решающем фрейме. Хотя все так складывалось, что три подряд фрейма выиграл Трамп. И после этого, как вышел период 5-4, казалось, должен был выиграть. Вот такая ошибка была у Картера. Вот здесь Джадо удалось забить дальним ударом желтый, выйти на зеленый. В общем... А вот здесь ошибся Джадо на коричневом. И, ну, можно сказать, подставку дал. 5-5 и решающий фрейм. Нет, это еще только 4-4. Забежал вперед, далеко забежал. О, что он сделал, что он сделал? Он оставил черный арм. Были ошибки, конечно. Вот мы видели, когда не удалось Снокера поставить, потом забить красный. Но вот Картер. Вот здесь, по-моему, он сделал 5-5. И итог. И итог.